Играет стяг Оставляем за спиной Родной очаг, святую Русь Растаял берег за кормой А впереди глухая тьма Мы проиграли этот бой За наши храмы и дома И на Барижских мостовых Мы будем вспоминать порой Узоры куполов цветных Поутру тронутых зарей Там вихри темные взмели Тебя на деревянный брус Мы на подошвах унесли Твой горький прах, святая Русь Мы на подошвах унесли Твой горький прах, святая Русь Два миллиона человек Столько русских Оказалось за пределами Родины После гражданской войны О многих мы не знаем ничего Или очень мало Но есть исключения Это молодая женщина Вики Княгиня Аболенская Вера Аполлоновна В 1920 году В возрасте 9 лет Увезена родителями в Париж Ей было всего 33 Когда она погибла 4 августа 1944 года В Берлине В тюрьме Плёд Сензея Её казнили на гильотине Пунктуальные помощники Палача записали в протокол С момента, когда она легла На гильотину До отсечения головы Прошло 18 секунд В предместье Вашингтона Гринбилд Живёт Людмила Сергеевна Флам Автор книги о Вике Мой первый муж Валериан Александрович Аболенский Был племянником Николая Александровича Аболенского Который Был женат на Вике Вере Аполлонне Урождённой Макаровой Вопрос Почему Вике Вступила в сопротивление Это тема, которая меня Продолжает занимать Я стараюсь Вникнуть в её характер Вот уже сколько лет Я этим занимаюсь Парижский собор Александра Невского Нарю-Дарю Стал особо значимым местом Русской эмиграции Для Вики и Ники тоже Здесь они венчались Здесь протеерей Николай Аболенский Служил в течение 16 лет До своей кончины В 1979 году Если можно, подойдите И все Димаши судьбы Спасибо 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 В миром Господу Помоги Всего Господи Туны О, преснованных Рабин Божий Про Туири Николая И убиенье Вере Покое Тишины Блажене Памяти Господу Помолимся Господи Помолимся Простите И всякое Прегрешение Вольные Невольные Господу Помолимся Помолимся Семейство Боленских Бежало Из Петрограда После Октябрьского Переворота Они приехали Безденежными Они только в Ницце Вспомнили Что у них имеются Там какие-то дома О которых они Подзабыли Это им позволило Какое-то время Существовать в Париже Жить довольно неплохо И про Николая Боленского Острили Что Вот он один из тех Немногих русских Которые Вместо того Чтобы быть За баранкой Имеет возможность Самому ездить Такси Русская Колония В Париже Несмотря на Бедность Жила очень Оживленной Общественной Жизнью Были балы Были встречи Друзей Так что Ничего удивительного В знакомстве Вики С Боленским Нету Вначале Вики Была Манекенщицей Но это Продолжалось Недолго В 20 лет Она поступила В фирму Жак Артюиса Вики Она была Усключительно Умным человеком Жак Артюис Его очень высоко Оценил Как секретаршу Как помощницу Здесь Жили Жак Артюис И Его жена Ивон С которой Вики Была дружна До войны Она сюда Приходила Чтобы Играть Бридж Или Просто Приходила К ним В гости Вики Привлекла К Работе У Жака Артюиса Свою приятельницу Марию Муравьеву Общение Их было Очень частым И за пределами Работы По воскресеньям После литургии В соборе На Рударю Они отправлялись В ресторан Петроград Все их Гурьбой Молодежные Потом они шли На танцы Потом они шли В кино Но У Вики Очень жизнерадостный Характер Она Была И хохотушка И флиртушка И ввела По тогдашним Понятиям Довольно Свободный Образ Жизни Жена Артюиса Принимала Деятельное Участие Во всех Любовных Переживаниях Она Между прочим И Артюис Не очень Жаловали Ники Абаленского Вики и Николай Венчались 9 мая 1937 года За спиной Николая Мария И Никита Муравьева На обороте Этой фотографии Надпись Нашим дорогим Последователям Машке и Никите Ника и Вики Через неделю Последователи Венчались тоже В том же Соборе Нарю Дарю Жак Артюис Сделал щедрый Подарок Своим сотрудницам Он оплатил им Свадебное путешествие Николай Фотографировал Вики Никита Марию Семья Муравьевых Разрасталась Сергей Лиза Крестница Николая Катя Крестница Вики Заочно Когда Катя Родилась Вики Была в тюрьме С Катей Или Екатериной Муравьевой Уже Трубецкой Мы встретились Так совпало В предместе Парижа Мы пришли в Париж На место Где вы были зачаты По моим Так сказать По моим расчетам А где кроватка Здесь В конце 30-х годов Поселились и Аболенские И Муравьевы Аболенск Вы все Вы родственники Все вы родственники Зайти даже во дворе К нам не позволили Я в этом деле Не участвую Хотя Екатерина Со свойственным ее характеру Упорством И попыталась Это сделать Вики уже раньше Работала секретарша Арт-Сюиса И она устроила Туда вашу маму Которая вначале Работала в Париже В ресторане Который мне уже нравится Ресторан Который назывался Нет А есть такой? Больше нет Жалко Когда у Муравьевых Родились дети Первый мальчик Когда родился Вики и Ника Были первые Кто примчался В больницу Поздравить И они приходили Часто играть К ним с детьми Чем вызвано То обстоятельство Что у них не было У своих детей Я понятия не имею Чужие дети Заменяли Своих Танцуют Нам посылают Неспроста И прыскают На танец С места Как птицы С темного куста Пускай рассеяна надежда И нету сил Обузы несть Но глядя на комочек нежный Я вспоминаю Кто я есть Пускай рассеяна надежда И нету сил Обузы несть Но глядя на комочек нежный Я вспоминаю Кто я есть Танцует Ёлочную польку И мишурой играет круг Нас успокаивает только Свечение теплых детских рук Я жалела, что у меня нет ребенка Мне так хотелось иметь девочку А сейчас я рада Что было бы, если бы мне пришлось Оставить бедную маленькую Говорила Вики Сокамернику Уже в тюрьме 14 июня 1940 года Немецкие войска без боя Вступили в Париж Чтобы избежать разрушений Французское правительство Объявило его Открытым городом Через неделю Франция капитулировала Правительство в Виши Согласилось на оккупацию Большей части страны И содержание войск вермахта В июле Генерал Деголь Выступил из Лондона По Би-Би-Си Люди во главе правительства Позабыв о чести Отдали страну в рабство Но ничто не потеряно Призывая каждого француза Где бы он ни находился К сопротивлению Деголь закончил свое выступление Словами Наша страна в смертельной опасности Будем же бороться Чтобы спасти ее Да здравствует Франция Кто-то уезжал в провинцию Кто-то оставшись в Париже Пытался действовать Вопреки обстоятельствам Стали появляться отдельные организации Разобщенные Без единого управления Резистанс То есть сопротивление Как понятие Возникло значительно позже Жак Артюиз При всем том, что он был Человек очень правых взглядов И даже в какой-то мере Сочувствовал Некоторым идеям фашизма Когда Пришел к власти Гитлер И, так сказать, была оформлена Идея нацизма То Артюиз от нее Отшатнулся Моментально Он Абсолютно Не принимал Гитлерусский вариант И он считал Что этому монстру Необходимо Оказывать сопротивление В этом плане Его влияние На веки было Несомненно И с самого начала Когда он к ней Обратился И спросил Готова ли она Присоединиться К его деятельности Подпольной Она без всяких колебаний Сказала Конечно Даже Не может быть и речи О том, чтобы она ему отказала Кроме всего прочего Вики Разделяла его Неприязнь К появлению оккупантов Будучи человеком Двух культур Русской и французской Она Очень остро переживала То, что Франция находится Под немецким сапогом Русская эмиграция Естественно Была настроена Крайне антисоветски Это понятно И объяснено Люди вынуждены Были покинуть Свою страну И все потеряли Они мечтали Вернуться на родину И для большинства Победа над сталинизмом Была важнее Победы над нацизмом И хотя Вики Вышла из той среды Которая непримиримо Относилась К коммунистическому строю Она все-таки Предпочитала Разгром немцев К любому другому И сходу Та организация Которую Создал Артюни С помощью Вики Которая получила Название Военной И гражданской Вернее Гражданской И военной Организации Она Состояла Преимущественно Из людей Состоятельных Люди Которые Принадлежали Так сказать К высшему Сословию Страны Что давало Им возможность Получать Сведения Которые Рядовым Французам Довольно Трудно Было Получить Это были Фабриканты Это были Военные Чины Вики Являясь Одним Из основателей Организации Стала Ее Генеральным Секретарем Благодаря В том числе И ее Энергии Организация Выросла В большое Движение По одним Сведениям В него Входило До Шести Тысяч По другим До Десяти Тысяч Человек Артюис Возглавлял Организацию Недолго Он был Арестован И отправлен В немецкий Концлагерь Вики Вынуждена Была На время Уехать В провинцию Это Это деревня Годелье Не очень далеко От Парижа Куда Они все Уехали На лето Вики Должна Была Укрыться Когда Арестовали Шефа Шефа Вашей Вашей Мамы Недолго Недолго Докторскую Диссертацию Что И было Сделано А что Это Была Не докторская Диссертация А подпольная Литература Это Ваша Мама Узнала Только После Войны В 1958 В 1958 В деревне Годельер На памятнике Защитникам Франции Было высечено Имя Веры Аболенской А когда Она вернулась То Она стала Помогать Полковнику Туни Который Возглавил После Артюиса Гражданскую Военную Организацию Так как Здесь Неподалеку В одном Из этих Ближайших Зданий Расположилась Гестапо То Были Приняты Все меры Чтобы К Туни Приходило Как можно Меньше Людей Доступ Имели Очень Немногие Я В свое Время Получила Письмо От Сына Полковника Туни Который Продолжал Жить В этой Квартире И он Мальчиком Был Когда Бики Прибегала С донесениями Торчала Зелень Морковки А под этим Лежали Тайные Всякие Донесения Надо сказать Что Вики Была Очень Изобретательной И Известен Случай Когда Во время Войны Здесь Проводились Облавы На станциях Метро На Железнодорожных Станциях Однажды Вики Была Остановлена И Жандарм Спросил Ее Что у вас В чемодане Здесь Она Ему Мило Улыбнулась И сказала Ну конечно У меня Маленькая Бомба Он Рассмеялся И пропустил Ее Могло Быть Гораздо Хуже Конечно Полковник Туни Был Расстрелян В Арасе В апреле 44 Года В той Самой Тюрьме Куда Попали Многие Другие Члены Организации Военной И Гражданской Конечно Вики Знала Что это Будет Опасная Игра Вначале Я думаю Была Известная Доля Романтики В этом Подпойная Деятельность Но Чем Больше Она В это Дело Входила Чем Опаснее Становилась Игра Тем Сильнее Делалась Ее Решимость Первое Что думалось Глядя на Вики Какое Милое Русское Лицо Что-то Такое Свое Дорогое Близкое А потом После Ближайшего Знакомства Открывалось И другое В ней Была Ширь Во всем Способна Она Была Ко всему Чисто По-русски Схватывала На лету Читала Много Разбросанного С любовью Чутьем Любила Танцевать Веселиться Искала Смеха Радости Брала Жизнь Легко И беззаботно Из Воспоминаний Софьи Носович Вики Встречалась Со многими Людьми У Совки Носович В редакции Журнала Жардин Дюмонд Который Служил Прикрытием Журналисты И фотограф Сновали Туда-сюда И приходящие К Софке И Вике Члены Организации Не выделялись Из этой толпы Софке Софка И Вики Здесь помещалась Редакция Журнала Модного Жардин Дюмонд И он Частично Принадлежал Русской Эмигрантке И она Дюмонд Дюмонд Шестнадцатого Декабря Декабря Оказалась Перед наведенным На нее Пистолетом Это был Руди Демирод Он Представился Сказал Я Мирод Гестапо Софка Очень спокойно Ему на это Ответила Покажите Ваши Бумаги Если у вас Ордер На то Чтобы врываться В мою квартиру Он показал Что ордер У нее есть Тогда она Впустила его В свою мансарду И обратилась К Вике По-французски Сказ Извините меня У меня Сейчас Посетитель Вике Сказала Ну хорошо Я тогда пойду А Мирод Закрыл ей Возможность Выйти Сказал Что я должен Посмотреть На ваши бумаги Открыл ее сумочку И Вытащил Удостоверение Личности И сказал Ага Вот значит Настоящую Княгиню Тут мы поймали Покуда длился Обыск Вике Попросила Нельзя ли Ей отлучиться В уборную А Мне сказали Нет Вы должны Подождать Вике говорит Вы видите Теперь уже поздно Когда у нее Потекло по ногам И Этот эпизод Вике Ужасно мучил Что она Она в таком Унизительном положении Оказалась Перед этими Гадами Я думаю Что отчасти Этим вызвано То обстоятельство Что когда она Была приговорена К смерти Когда уже Вынесен был приговор То Она отказалась Подписывать Просьбу О помиловании Которую 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 Ей Поцелу Адвокат Ей не хотелось Ставить себя В положение Просящей Она считала Это для себя Слишком унизительным Она Это отклонила Все женщины Из гражданской И военной Организации Приговоренные К смерти Были помилованы Подпиши она Прошение О помиловании Не было бы Причин ей отказать Совка подписала Свое прошение О помиловании И хотя она была Также приговорена К смертной казни Как и Вике Смертную казнь Заменили Концентрационным Лагерем Она чуть было И не умерла Они вышли Во двор С кованной Общей парой Наручников Вике и тут Не растерялась Она увидела Знакомую Русскую Подняла Руки Своей Совкину И спела Сегодня Нитью тонкую Связала Нас Судьба Эта женщина Поняла Что Вике Совка Арестована И Дала знать Николаю Оболенскому Что Жена Его Попалась Тогда Оболенский Бросился В их квартиру Которая На Рюкассет И Быстро Изъял Все Компрометирующие Документы Ники Поехал Раз Делать Передачу Для Вики И Пакет Не Приняли Но Там Перед Тюрьмой Вал И Если Встать На Этот Вал То Можно Видеть Окна Тюрьмы Первая Первая Заметила Из окна Тюрьмы Совка Она Позвала Вики И Вот Так Они Последний Раз Свиделись Они Только Смотрели Друг На Друг Это Была Молчаливая Встреча Николай Оболенский Выполнял Задание Организации На Постройках Атлантического Вала Он Переводил Распоряжение Немцев Советским Военнопленным Таким Образом Знал Уязвимые Места Абдеголя Он Был Арестован А Впоследствии Попал В концлагерь Бухенвальд Однако От Вики О его Деятельности Следователи Не узнали Ничего Допросы Длились Иногда По Много Часов Ее Старались Изловить На 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 Мелочах Но Она Вела Себя На Допросах Совершенно Исключительно Она Получила Прозвище Принцесса Них Вайса Них Княгиня Не знаю Она Придумывала Невероятные Истории Она Выгораживала Своего Мужа Она Убедила Их В том Что Они С мужем Уже Не живут Что Они Разошлись Тот Человек С которым Она Встречалась По заданиям Организации Даниэль Галуа Она Придумала Этому Галуа Совершенно Другую Другую Внешность Другое Имя Не выдержать Пытки И выдать Своих Товарищей Вики С ее Феноменальной Памятью Несла Особо Тяжкое Бремя Она Она Была Стержнем Этой Организации И Если бы Ее Пытали Она Могла Не Выдержать И Вот Этого Она Очень Боялась Как Ни Странно Ее Пытки Не Подвергали Я Думаю Что Может Быть От Этого Ее Хотя Это Чистый Домысел С моей Стороны Может Быть Считали Что Княгине Не Надо Пытать После Месяцев Проведенных В тюрьмах Франции После Вынесения Смертного Приговора Не Подписавшая Прошение О Помиловании Вики Была Доставлена В Берлин Сначала Тюрьма Муабит Потом Тюрьма Барнем Штрассе 4 Августа 1944 Года За Три Недели До Освобождения Парижа Вики Была Привезена В тюрьму Плотцинзея В Десять Часов Утра Казнь Состоялась В Тринадцать Овновь Мы не знаем Подробности Как она провела Эти последние Три часа У нас нет Других документов Кроме этой Тюремной Карточки Можно только Представить себе Как она сидела В камере В ожидании Смерти В ожидании Момента Когда откроется Дверь И ее Заберут И Не покидай меня Мой ангел злато-крылый, очей печальных вдаль не отводи. Не оставляй меня своей незримой силой, укрой крылами от любой беды. Не оставляй меня, мой ангел злато-кудрылый, на гребни бед в пучине зла. И в час последний мой огненные судны коснись устами моего чела. Не отлетай совсем в простор небесный, Дай силу для терпения и любви. И проведя наверх стезею тесной, мне доверие в град нетленный отвори. И у престола света и свободы жизнь перельется в огненный кристалл, И прошлое с усальной позолотой осыпется к подножию креста. И у престола света и свободы жизнь перельется в огненный кристалл, И прошлое с усальной позолотой осыпется к подножию креста. Не покидай меня, мой ангел. Николай написал письмо по-французски из Бухенвальда, адресованное Вике, В надежде, что Вике ищет, что она выжила. Вот остаток конверта письма, который Николай написал на следующий день После того, как американцы освободили лагерь Бухенвальда. И тут написана просьба переслать это письмо, потому что оно очень срочное. Вики, моя дорогая, я от всего сердца надеюсь, что мы скоро будем вместе. Мысли мои тебя не оставляли ни на миг, я так счастлив, Думаю, что наши страдания нас еще больше сблизят. Ты увидишь, как я во всех отношениях изменился, И думаю, что к лучшему. Милая моя, я спасся только благодаря моей вере. У меня есть твердые доказательства, что мертвые живут и нам помогают. Я тебя крепко целую, мою любимую Вики. Преклоняюсь перед тобой и тебя благословляю. Решение Николая стать священником было обусловлено потерей жены. Но он не мог этого сразу сделать, поскольку еще жива была его мать. И он взял на себя содержание матери, уход за ней. И вот тогда решил после смерти матери стать священником. Отец Николаев довольно поздно принял священство. Ему было 63 года. У него, конечно, был свой характер немножко, да. Шпыльчивость потом проходила, да. Но это как раз может быть то, что он очень поздно священником стал и не прошел те духовные школы, где вас хорошо стараются приучить к смирению. Действительно, нужно свою гордость попрать. Но человек, он был добрый. Его паства любила. Он очень был гостеприимный. На Пасху обязательно нужно было прийти. И он фактически созывал людей с двора. И он нам присылал письма. Он всегда описывал, сколько он крестил, сколько он похоронил, сколько он венчал. Все это в цифрах. Он был очень деятным священником. С очень смешным голосом. Голос у него был ужасный. А говоря о его голосе... Когда я первый раз приехала в Париж и познакомилась с Николаем и его матерью Соломей Николаевной. Я думала, что бабушка глухая. А оказалось, когда утром Николай ушел на работу, он тогда работал в паримач, бабушка сказала, ну вот, теперь я могу вынуть вату из ушей. Николай ушел на работу. Как-то отец Николай с маленьким хором поехали на кладбище. И, подъехав к воротам, сторож не пускает. Отец Николай выходит из машины. А нужно сказать, что ласбищенские сторожа – это бывшие военные французские, которые были в сопротивлении. И вдруг отец Николай подходит к этому сторожу. У него так было пальто, он его открывает. А тут у него все награды. Как прыгнет этот сторож на Смирной, я отдал честь. В 1956 году Николай стал кавалером Ордена Почетного Легиона. Десятью годами раньше той же высокой награды была отмечена и вера. Французское правительство наградило их также военным крестом и медалью сопротивления. Вики – посмертно. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа установлен памятник русским воинам, отдавшим жизнь за свободу Франции. Сен-Женевьев-де-Буа Ерли в вечности Турго. И так Господь он и все равно мы приспособление. Убийца была, и убийца в день и сокровий день. Ерли в вечности тупой французский. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Как исцеление будешь пить И не минует эта чаша Того, кто выбрал скорбный путь А пригубив уже не страшно За гребень жизни заглянуть За все расплатишься собой За то, кем был и кем не стал Когда прокатится отбой Как эхо в лабиринте скал Трубы серебряные нить Распустит набранную вязь И некого уже винить За то, что жизнь не удалась Неспешно сломана печать Заветный крошится сургуч И надо что-то отвечать На нестерпимо яркий луч Мне душу рассекает свет Принесшего не мир, но меч И лишь молчание в ответ И не мотой сковала речь Мне душу рассекает свет Принесшего не мир, но меч И лишь молчание в ответ И не мотой сковала речь За все расплатишься собой За то, кем был и кем не стал Когда прокатится отбой Как эхо в лабиринте скал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok